Большинство украинцев позитивно оценивают организацию и проведение Евро-2012, а также считают, что чемпионат поднял престиж страны. Таковы данные независимого социологического исследования, опубликованные в понедельник в Киеве. Дата выбрана не случайно. Именно в эти дни в столице торжественно провожали сборную на Олимпиаду в Лондон. Репортаж об этом далее. Патриотизм превыше политических разногласий. Таков главный результат исследования. Евро-2012 стер и традиционные границы симпатии, говорят социологи. По уровню положительных оценок первенства западные регионы лидируют. Я в этом вижу очень большой смысл. Что люди смогли эмоционально настроиться на то, что это очень знаковое для страны мероприятие. Причем не все же болельщики прекрасно это понимаете. И причем какое-то такое единодушие, наверное, свидетельствует о том, что я не единожды в этом говорил. Наверное, есть запрос на это, но на наши победы внутренние. Древняя истина о спортный мир накануне 30-х летних игр в Лондоне неожиданно обрела жизнь и силу в Украине, замечают спортсмены и политики. Те, кто напутствовал нашу сборную, убеждены. Успех олимпийцев не только в количестве медалей. Сегодня, может быть, вам не нужно говорить, сколько государство делает для украинского спорта. Для того, чтобы нация украинская была здоровой. Сколько сегодня строится новых спортивных объектов. У нас сегодня появилось еще больше новых олимпийских баз. Запровождены стипендии президента, запровождены стипендии уряда. Для дзюдоиста Романа Гантюка это третья олимпиада. У него в копилке серебро в Афинах и бронза в Пекине. А нынче почетная миссия знаменосца сборной. На Майдане к Роману выстроилась очередь украинцев и особенно украинок, желающих запечатлеть себя рядом с тем, кто будет нести флаг страны. Каждый спортсмен туда ехать бороться за высшую нагороду. И ехать туда выкладывать на все 100%. Я думаю, что когда мы будем налаштовываться только так, с помощью Господа Бога, мы должны повернуться туда с великим мешком медалей. В день провода в наших спортсменах Майдан утратил свой разъединяющий символизм, замечают собравшиеся. Не смогла помешать пожелать успеха Олимпийской сборной Украины и лондонская погода. Я, ребята, вам хочу пожелать, чтобы вы добились того результата, на который вы готовы. Чтобы на этом старте вы себя чувствовали уверенно. Знаете, что за вами страна, за вами все. На пустстве олимпийцы получили не только от сограждан, организаторов и руководства страны, но и от дизайнеров. Экипировку сборной шили в Украине. В отличие от американцев, которых, например, одевали китайские портные. Спортсмены считают новую форму очень стильной и напоминающей английскую спортивную моду 70-х. Аксана Виттер, Панорама.